Можно смело сказать, что зал районного дома культуры еще не знал подобных торжеств. 30 августа здесь вручалась награда воину, который участвовал в специальной военной операции. Люди в военной форме, юно-армейцы, они участники предстоящего торжества. Среди всех выделяется пожилой мужчина, он отец воина, который добровольцем отправился на территорию Донбасса, когда там понадобилась помощь. Валерий Иванович сам прошел армейскую школу, закончил Суворовское десантное училище, служил до 90-х годов. Сын, к этому времени прервавший военную службу и работающий на мирном поприще, поберег родителей и не сообщил о том, что заключил контракт. А когда узнали, оставалось только ждать. Ну как могли, так и переживали, как переживать. Ничего не знали, многое не знали. Потом уже вышли на связь. Начал немножко звонить. Пошел добровольцем, поэтому какие тут вопросы могут быть. Это о многом говорит. Горжусь сыном. Для вручения награды в Курагинский район приехал военный комиссар Красноярского края полковник Андрей Лысенко. Я с удовольствием выполню положенную мне миссию. Указом президента Российской Федерации от 28 июля Ваш заместитель Сергей Валерьевич награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 2-го степени. Глава Курагинского района Любовь Заспа поздравила с наградой Сергея Пахлебаева и поблагодарила его родителей. От души Вас поздравляю, Сергей Валерьевич. Желаю Вам успеха, всего самого доброго, здоровья, благополучия в Вашей семье. И, конечно, хочу вручить благодарность Татьяне Ипполитовне и Валерию Ивановичу. Знаю достаточно давно, уважаю и считаю, что они не должны воспитать другого сына. Вы воспитали достойного сына, догородитесь, мы горнимся вместе с Вами. Огромное Вам спасибо, здоровья, благополучия. Проходите. Патриотизм – глубокое гражданское чувство, в основе которого уважение к величайшим событиям военной истории России, любовь к культурному и историческому наследию своего народа. Во все времена героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия российского государства. На таких примерах лучше всего воспитывать подрастающее поколение. Сергей Пахлебаев не мучился с выбором профессии. После долгих лет гражданской жизни легко принял решение с началом специальной военной операции. Во-первых, у меня мать и отец военные, и дядя, и тетя военные, и сам, соответственно, у меня и деды, и прадеды все воевали, и по отцовской линии это уральские казаки, поэтому другого выбора у меня не было. Все детство прошло в военном городке. Поступил в 16 лет в военное училище рязанское десантное, закончил его. Но, к сожалению, в те времена, это было начало 90-х, к армии было своеобразное отношение со стороны нашей элиты, так называемой политической. Ну, воинскую часть, которую я служил, в оконцовке расформировали. В дальнейшем пришлось свою жизнь связать уже не с армией, но так как вот началась специальная военная операция, гены, так сказать, взыграли. И пришлось поехать выполнить. Был командир обороты. Своими глазами видел Сергей то, что говорило. Украина не считала жителей Донбасса своими людьми, и геноцид только набирал обороты. Защищать русский мир, как бы политизировано это ни звучало, есть серьезная необходимость. Допустим, я стоял в Херсонской области, и что меня поразило, что в Херсоне ни одной новостовики не было. Вообще ни одной. То есть после развала Советского Союза киевский режим, он вообще даже не вкладывался в эти территории. Они, по сути, их никогда и не считали своими. Они из них высасывали. Сейчас они что делают? Идет уборка урожая. Они просто начинают обстреливать из РСЗО по полям, обвиняют в этом Россию. Ну, многие пользуются телеграм-каналами. То есть достаточно залезть просто даже в телеграм-каналы, посмотреть, как эти подонки ведут по отношению к нашим пленам. Мы себе этого не позволяем, потому что это удел слабых. И, честно скажу, у меня никакой злости, там ненависти к ним не было. Мы просто свою работу делали и просто воевали. Бывшему кадровому военному было, если и не легко в боевых действиях, то во всяком случае привычно. Это помогало и другим, менее опытным солдатам. Должно присутствовать самообладание в любой ситуации, потому что паника – это опасная вещь. И ей ни в коем случае нельзя поддаваться, особенно командир подразделения, когда подчиненные смотрят, как ведет себя командир. Это, по крайней мере, моих ребят это успокаивало. Нам повезло и с командиром отряда, и с начальником штаба отряда. То есть у нас действительно очень хороший коллектив офицерский, настоящий. И хочется отметить, что мы еще учились, скажем так, преподаватели были советского периода. И все, чему меня учили в военном училище, все, что я службе офицером когда-то это было, все это там моментально всплыло. Вот ребята там с опытом участия в боевых действиях у меня были. Кто-то три войны, кто-четыре войны прошел. Все достойные ребята, никто в бою не убегал. Все до последнего исполняли долг. Воюет там НАТО, очень много наемников. Сами по себе силы Украины, как называют, вооруженные формирования Украины, они реально деморализованные. Они воевать не хотят. А воюют в основном наемники. Наемников там очень много. Все хорошо экипированы. За экипировку им большое спасибо, потому что мы как раз пользовались их тепловизорами, начинами прицелами, вооружением. Поэтому пусть едут. Для нас слова, которые каждый, наверное, слышал когда-то, о любви к родине, из уст солдата, вернувшегося из боев, прозвучали особенно проникновенно. Это пожелания молодым. Нынешнему поколению хотелось бы порекомендовать любить свою родину и не заглядываться на запад. В свое время Советский Союз, это ни для кого не тайна, мы предали и развалили за красивые этикетки, жвачки. На сегодняшний день мы этого всего наелись, насмотрелись. Ничего в этом хорошего. Поэтому любите своих родителей, любите своих близких. Любите свою родину. Кроме своей родины, кроме своих близких, вы никому не нужны. И поэтому, если вдруг придется защищать родину, то тут, не задумываясь, надо это делать. Самое малое, что мы могли, это сказать еще раз спасибо человеку за его поступок мужчины и патриота. А Краевой военком сказал, что таких в нашем крае очень много. Количество сил и средств, необходимых для проведения специальных операций, определил Генеральный Шлаб. Как мы знаем, этих средств вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР. Более 120 красноярцев награждены разными государственными наградами. Эти награды вручают военнослужащим действующим командирам в соответствии с порядком вручения наград. Ну а те, кто прибыл в отпуск и в запас, по поручению министра обороны от имени президента Российской Федерации, вручают военный комиссар, либо губернатор Красноярского края. Героев России пока среди красноярцев нет. Но все они достойно выполняют свой долг. И все они для нас герои, сказал военком. Сегодня мужчины-сибиряки идут на эту операцию добровольно и нематериальные заботы ими движут. Сейчас люди идут, или парни идут по убеждениям. По убеждениям идут, потому что фашизм не должен пройти, потому что мы не хотим повторения геноцида Великой Отечественной войны. Мы не хотим, чтобы опять заполыхала хатынь. Мы не хотим концлагерей. Мы не хотим жить по чьей-то пьетой. Мы не хотим терять свое население. Мы хотим мирно жить, поэтому за это приходится, к сожалению, воевать. Силы оружия уже.